В Алматы вынесли приговор по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. В общей сложности Армана Кудайбергенова, Нуралэй Киясова и Жанар Тулыбаеву приговорили к 40 годам лишения свободы. Подробности громкого процесса расскажет Оскар Сергалеев. Следствие по этому делу длилось почти полгода. За это время накопилось 38 томов уголовного дела. И 3 января начался судебный процесс. В течение двух недель суд опросил десятки свидетелей. Один из главных фигурантов этого процесса Нуралэй Киясов, который по версии следствия нанес смертельный удар Денису Тену, на днях признался в содеянном, точнее он признался в совершении кражи и в том, что именно он нанес удар ножом Денису Тену. По его версии это было не спланированное убийство, а роковое стечение обстоятельств. Таким образом суд считает, что картина преступления полностью восстановлена, а обвинение уверено, что вина подсудимых полностью доказана. И сегодня судья Кенчелик Абдельдинов вынес приговор. Признать виновным Армана Кудайбергеновой, назначить ему 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Признать виновным Нуралэй Киясова и назначить ему 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Признать виновной Жанар Тулыбаеву и назначить ей 4 года колонии общего режима. Как на приговор отреагировала защита потерпевшей стороны, нам неизвестно. Никто из них не дал комментариев. А вот адвокат Жанар Тулыбаев согласился дать нам интервью. Он читает, что приговор в отношении ее подзащитной слишком суровый. Мы планируем подать на апелляцию. Два других фигуранта дела не знали о намерениях Киясова. Когда велось следствие, было очевидно, что у остальных не было намерения убивать Дениса Тена. Скорее всего, обе стороны защиты теперь будут подавать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию. Ну а мы продолжаем следить за тем, как дальше будут развиваться события.